Продукты с ГМО опасны или нет? Есть такой излюбленный трюк российских маркетологов. На любой продукт клеить огромную надпись без ГМО. Доходит до абсурда. На прилавках можно увидеть, например, соль без ГМО. Не ведите подвоха? Сейчас объясню. В 2013 году сайт Slon.ru проводил опрос россиян. В одном из вопросов нужно было согласиться или не согласиться с таким утверждением. Обычные растения не содержат генов, а гены содержатся только в трансгенных растениях. 71% россиян согласились. Это провал. Еще в школе на уроках биологии мы узнаем, гены есть во всех живых организмах. В нас с вами, в помидорах, в инфузориях, туфельках и так далее. А вот в соли как раз генов нет и быть не может. Поэтому надпись без ГМО на ней такой же абсурд, как надпись без сахара. А что же там с ГМО? Из телевизора или мусорной прессы можно узнать, что когда мы едим продукты из ГМО, гены попадают в наш организм и как бы смешиваются с нашими собственными. То есть если вспомнить, что гены есть во всем живом, то получится, что мы уже давно должны стать некой смесью того, что съели за жизнь. Но это не так. Никто не стал красным, как помидор, а любители рыбы не отрастили жабры. Гены сами по себе никак не влияют на организм, в который попадают. Но заменив гены, например, огурца, можно сделать его опасным, ядовитым для человека. Можно, только зачем. На самом деле биоинженеры пробуют заменять разные геномы и смотрят на результат. Например, им нужно сделать огурец невосприимчивым к болезням. Они встраивают геном в разные места ДНК и отбраковывают неудачные образцы. В какой-то момент ученые угадывают с положением генома, и на свет появляется огурец, который не боится болезней. Можно класть на прилавок? Конечно, нет. Предстоят долгие испытания и проверки. Нужно убедиться, что новый вид не навредит экосистеме, не испортит почву, не уничтожит флору и фауну вокруг себя. И, конечно, не отравит человека. Проверка биобезопасности занимает годы, иногда она может длиться до 10 лет. Когда ученые убеждаются, что новый огурец ничем не хуже и не вреднее обычного, они отправляют его на государственную регистрацию, и там еще раз проверяют безопасный образец. И только после этого новый огурец сможет попасть на полки магазинов. Его проще и дешевле выращивать, и он даже безопаснее предшественника. Все выигрыши. Самые скептичные зрители спросят, если все так радужно, то откуда столько статей и передач о вреде ГМО? Дыма без огня не бывает. Тут все просто. Производители сельхозпродукции не видят выгоды в ГМО для себя. Им не хочется тратить деньги и время на исследование и внедрение технологий. Статус-кво их вполне устраивает. У них есть целых 71% людей, которых можно легко убедить в том, что от новых огурцов они будут мутировать, поэтому покупать можно только сорта без ГМО. Селекция действует похожим способом, но как бы естественным. Если нужен, например, виноград без косточек, то отбирают плоды, где косточки меньше, чем должны быть, и размножают. Потом косточки уменьшаются еще и еще, и вот леток через цать мы, наконец, получим виноград без косточек вовсе. Но принцип, если разобраться, один и тот же. Виноград в прямом смысле мутирует. Его гены изменяются, и косточки исчезают. Меняется тут только сам механизм изменения этих генов. А гена инженерия дарит нам продукты, на селекцию которых ушли бы десятки или даже сотни лет. Овощи и фрукты становятся вкуснее, содержат больше витаминов, а некоторые даже улучшают экологию и лечат болезни. Они устойчивы к вирусам, сорнякам и паразитам. Фермерам больше не нужно постоянно их обрабатывать, а значит, продукты становятся дешевле. Все это благодаря тем самым ГМО. Так опасны ли продукты с ГМО? На самом деле нет.